Микс Ньюс Алкоголизм нельзя вылечить, но с ним можно справиться. С наркоманией можно бороться. От игромании можно отказаться. Когда трудно противостоять, но возможно победить. Вопросы слушателей, мнения экспертов реальные истории. Специалисты ответят на ваши вопросы, а гости расскажут о том, как сделали свой выбор. Только на Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова, и сегодня у меня в гостях участник Содружества анонимных алкоголиков и Содружества Аланон. Это, я поясню, сообщество Аланон помощи родственникам и близким алкоголиков. Здравствуйте, Инга, спасибо, что вы пришли. Спасибо вам, что пригласили, и здравствуйте всем. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете подключаться, задавать вопросы или высказывать небольшие реплики по поводу нашей сегодняшней темы. Но поговорим мы сегодня о созависимости и зависимости. Вот ваша созависимость и зависимость, они развивались параллельно друг к другу в вашей жизни? Вот как это было на примере вашей истории? Очевидно, да. Очевидно, да. Потому что уже с раннего детства эти оба болезни, я не буду стыдиться так говорить, развивались на моих глазах. У меня уже созависимость в семье поколения два. И зависимость тоже уже в поколениях так, что я думаю, что это так и параллельно развивалось и в моём духовном понятии и в мозгу, да. Ну и в вашей жизни, в вашей жизни, взрослой жизни уже, когда так же это было? Я, да. То есть это была и зависимость, и созависимость, и они как-то соседствовали друг к другу. Соседствовали, только я это очень долго отрекала, очень долго не видела. Зависимость мне было открыть для себя очень тяжело. И то, что мой бывший сейчас уже муж с проблемами алкоголя, и что у меня проблемы с самой, это вообще был очень долгий путь. Отрицание. Отрицание. Да. Ну в нашей программе все зависимости, будь то алкогольная, игровая зависимость или наркотическая, они перекликаются так или иначе, истории наших гостей. Давайте послушаем, что нам о созависимости говорил игроман. Давайте поставим, сейчас надевайте, пожалуйста, наушники. Послушаем небольшой отрывок. Что с этим делать? Вот это самое-самое-самое трудное, и очень трудно как бы на этот вопрос вообще-то ответить. Спасать себя, наверное. Спасать себя, потому что… Вы говорите о тех, кто… Да, о тех, кто рядом с игроком, уйти от него побыстрее и подальше. Потому что иначе он утащит с собой всех, кто рядом с ним. Это всегда заканчивается очень плохо. Так что, наверное, и спасать себя. И тем самым вы окажете ему неоценимую помощь. Потому что только тогда, когда он останется один и без вариантов, только тогда он будет вынужден начинать уже принимать какие-то решения и менять свою жизнь, и менять свою реальность. Ну вот вы согласны с тем, что нужно спасать себя в первую очередь, а независимо? Ведь зачастую принять это решение крайне трудно. Именно так. Ну, если процентуально, тогда на все 100%. Я согласна. Я в Содружество со Зависимостью, в Аланон, пришла именно в таком состоянии, когда меня вообще не было уже. Уже меня даже не видели. В таком я уже… Я могла лежать днями в позе эмбрии, в кровати. И несмотря на то, что я в то время не пила, это эмоциональная нетрезвость, убивая так же, как и химические все вещества. И я в таком положении пришла в Содружество Аланона. И я могу сказать, я уже была где-то пару лет, наверное, в Содружестве. Я очень много вникала в литературу, в программу. Но все равно, чтобы менять эти механизмы, нужно очень-очень много времени. Даже говорят, что начинает увеличиваться уже, когда, типа, столько же лет, сколько болеют. Ты живешь с Зависимостью, столько тебе нужно лечиться. Столько и надо лечиться, да. Но если еще иметь в виду, что мое детство уже так прошло, тогда мне еще половину жизни надо прожить. Ну, еще столько же надо прожить. И вот, несмотря на то, что я уже была в программе, на мой взгляд, мы вчера говорили с вами, и я вспомнила один эпизод, который, на мой взгляд, был самый-самый пиковой, ну, вот, чтобы показать, насколько эта созависимость страшная. Был момент, когда, все же был один момент, когда мой муж сказал, я устала от этого, что мне нужна помощь, и он даже позвонил по информативному телефону на АА. И я на то, я уже так много знала теорию, но вот этот механизм, вместо того, чтобы в этот момент взять пальто, сумку и уйти из дому к подружкам, к любому знакомому, который может меня принять в тот момент, я осталась и начала его жалеть. Ну, вот, я так хотела быть... Вы обрадовались его порыву? Я так обрадовалась, и я так хотела быть с ним рядом в этот великолепный момент. И сегодня для меня я это очень сожалею, и я понимаю, что это была самая-самая большая ошибка, которую я могла сделать. Я не оставила взрослого человека с его чувствами, чтобы он сам разобрался. Я поставила себя на место Бога его. Он так и не позвонил? Он позвонил, но после того он пошел по-другому опять пути. Он не пошел путь выздоровления. То есть это ваша жалость, вы считаете, была для него в этом смысле определяющей? Конечно, я не могу сказать так, не так. Но для меня, если я именно говорю о том, что спасать надо именно себя, тогда для себя я эту, я вижу как очень, ну, самую большую свою ошибку. Даже не то, что было сколько лет перед этим, вот это то, что пилила, старалась его втолкнуть в АА, ну, всякие манипуляции, контроль, всё-всё. Это даже для меня не такая большая ошибка, как вот именно этот момент, когда уже что-то могло, могло или не могло, но всё же вот этот момент очень важно, вот как уже там говорили, оставить его в этом, чтобы он сам разобрался. Мне лично чисто субъективно невероятно трудно смириться с этой формулировкой, всё-таки спасаться самому, а не спасать твоего близкого, любимого человека, зависимого. Но в то же время я понимаю, что для этого нужно просто невероятное количество мужества и силы духа, наверное, чтобы это предпринять, это сделать, выйти тогда из дома, вот взять пальто, как вы сказали, и выйти из дома. Наверное, невероятная сила для этого нужна, понимая, что это может дать человеку, зависимому человеку, толчок к выздоровлению. Я даже не знаю, эта сила, это, наверное, изменение всех своих механизмов, своего понятия, изменение всего этого, сделать что-то, что вот совсем по-другому. Есть в программе «Мы смеёмся», есть такое высказывание, которое тоже наш, как мы говорим, гуру, выздоровление, ВАА говорит такую фразу, что ну надо быть на 100% идиотом, чтобы, делая всё время одно и то же, ждать другой результат. Ну вот так и есть. Да, мы говорим об этом, в том числе и в этой студии, о том, что фильм, который мы уже смотрели много раз, мы смотрим его в данном случае, если говорить о зависимых людях, и ожидаем, что финал будет другим. И тем не менее финал остаётся каким остаётся. Близким зависимого человека как нужно себя вести, вы считаете? Если мы сейчас не говорим про какие-то пиковые точки, а вообще в повседневной жизни. Это, наверное, самый трудный вопрос, потому что я могу сказать совсем откровенно, что у меня нет такой выздоравливающей практики так много, чтобы сказать, как надо делать. Хотя бы был момент, когда один из моих сыновей начал употреблять лёгкие наркотики, и тогда я уже использовала теорию в практике, так и было, что я, когда он был в нормальном состоянии, более-менее здоровом, тогда я к нему относилась с любовью. Но когда ему надо было деньги, и всё, я не вникала. Я просто не вникала. И самое главное, я делала все свои дела, несмотря на то, что происходит с ним. Я не могу, я не имею права давать советы, как надо было бы делать, но я могу только рассказать, как делала я. И вот это та теория, которую я учусь в содружестве, и потом могу практиковать. я уехала тогда за границей, он пропал, я уехала за границей, и казалось, ужас, какая я мама, что когда он пропал, он ещё не был совершеннолетним, что я могу так сделать. Это был нелёгкий для меня период, потому что это совсем нетрадиционально, маме так поступить. Я же хочу быть хорошей мамой, и вот эта хорошая мама значит совсем другое, как я думала, значит совсем другое, как я делаю. Я уехала, и это было волшебно, что через пару дней мне пришла смс от сына. Я ему перед этим, конечно, говорила то, что ты знаешь, если тебе нужна помощь, ты можешь ко мне обратиться, я тебе дам все телефоны, всё. Это единственное, что я ему сказала. Никаких больше ни лекций, ни рассказов. И вот через пару дней, когда я была уже за границей, пришла смс, и он написал, ты знаешь, мама, когда ты приедешь, мне выглядит, что мне нужна будет помощь. Но когда я уже приехала, как-то Бог услышал молитвы, и как будто ничего не было. Как будто ничего не было из этого. Волшебно. То есть помощь не потребовалась. Я. Я. Ну вот вы рассказывали мне о том, что у вас в детстве умер папа от алкоголизма. Я. И у вас три сына, три взрослых сына. У меня три взрослых сына, да. И были опасения у вас по этому поводу, каких-то предрасположенностей? То есть рассказали эту историю старшим сынам, насколько я понимаю, да? Это была история? Это был второй сын, да. Опасения. Опасения были больше, когда было... И когда я еще не была в программе. Тогда были опасения. Тогда в этом мой старший сын был тейнеджером. И начал, ну как уже молодые люди, ходить по вечеринкам с друзьями, и там, конечно, и выпивать. И тогда у меня были вот эмоциональные срывы. Я могла ждать всю ночь у окна. Я увидела его на улице где-то, и там могла подбежать. Ну, вся... Ну, вот делала все то, опять что нельзя. Это не контроль. Это эмоциональная нетрезвость. Это я так же нетрезвая, как любой алкоголик, когда он выпивает. Я эмоционально выпиваю. Это как одно на одно. И да, и он этим очень тоже страдал. Но когда я уже вошла в программу, я не знаю, почему так абсурдно со мной так произошло, я сыновей смогла намного легче отпустить, чем мужа. Нам как-то сыновей, я сразу... Вот у них свой Бог, и я молюсь о них, но я уже не молюсь какие-то, чтобы они не пили, или что-то такое. Только Бог... будь с ними все время. Что будет, то будет, но чтобы ты был с ними все время, тогда я спокойна. Тогда я совсем спокойна. У нас есть звонок, надевайте наушники, давайте примем радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Если в моей семье никто не употреблял алкоголь и прочие вещества, откуда у меня могла развиться созависимость, созависимость? Да. Ну, может быть, вы готовы уточнить, что за созависимость? Как вы это... Как вы ее воспринимаете? Ну, симптомы созависимости, аланон, контроль. Да, спасибо вам. Мы могли бы комментировать. Спасибо за вопрос. Ну, ситуации опять, конечно, все индивидуальные, но это очень много в нашем содружестве. Есть люди, у которых в семье, у близких и родственников нет алкоголя, но если посмотреть, где та, как мы говорим, парица, да, что всегда что-то находится, ну, находится где-то рядом был алкоголь. Или это у нас есть в содружестве товарищи, у которых бабушка, дедушка, или прабабушка, или брат бабушки. Это невидимая, как будто, сторона, о которой мы... Ну, каждый день ее нет. Но также у меня было, что меня воспитывала созависимая мама, у которой брат был алкоголик, и там и уже бабушка, созависимая бабушка, воспитывала уже мою маму. Ну, это идет... Такой цепочкой. Конечно, это идет цепочкой. Это болезнь так не... Ну, нет так, что хоп, сегодня я начала контролировать. Нет, это уже где-то вот под сознанием уже жило, и только есть какой-то момент, который, вот разводной момент, вот присылает Бог человека, чтобы это увидеть. Гостем программы был православный священник в предыдущем программе, и он говорил о том, что он, как он понимает формирование зависимости как раз в детстве, и как, по его мнению, дети воспроизводят поведение взрослых. Ну, с религиозной точки зрения, конечно, он рассуждал, но давайте послушаем этот небольшой отрывок. Христианское мировоззрение говорит, что у детей ассоциативное восприятие вообще всего происходящего. То есть, если видят родители или там родители с рюмкой на столе, вот, и гимн наш не символ веры, а рюмка на столе по лепсу, да, вот, тогда он это воспроизводит хотя бы на подсознательном уровне. Если родителей, он видит совершающих добродетелей и зажигающих свечу утром и вечером перед иконой, он, разумеется, и физически будет также ощущать, воспроизводить потом в будущем такой же образ действий зачастую. но тем не менее, вот, очень важно то, что мы, чему хотим ребенка научить через беседу, не только примером. Вот, святитель Тихон Задонский говорит так о воспитании, что, скорее всего, наши дети будут воспроизводить то, что мы делаем, нежели то, что говорим. Вот согласитесь с этим, что дети ретранслируют поведение родителей в первую очередь на своем примере, хотя это, ну, бывают и эксклюзивные случаи, скажем так, исключения. Какое у вас по этому поводу мнение? Я, я, наверное, скажу на этот раз, что это очень, очень здоровая теория. Это очень, очень, так надо было бы быть, но как-то вот под тем чувством, как я много работаю в содружестве, вижу, что даже самые, самые, самые прекрасные семьи, которые ставят свечку, ну, все же где-то в поколении что-то и вылезает. То есть от риска не застрахованы они, благополучные семьи, которые живут в любви и без зависимости. Я, именно так. Но, но вот так, как сказал священник, ну, это волшебно, конечно, если так и есть, и то, что все идет от детства, это я на 100% тоже, что вот то, что я вижу, то я и делаю. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор» и сегодня у нас в гостях участник Содружества анонимных алкоголиков и Содружества «Аланон» в помощи родственникам и близким алкоголиков. Еще раз здравствуйте, Инга, спасибо, что вы пришли. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить к нам, уважаемые радиослушатели, задавать вопросы. И вот сейчас сразу хочу начать во вторую часть. Еще один гость, он провел параллель алкогольной зависимости с лифтом, который опускается вниз. Давайте послушаем. Ты спускаешься на лифте вниз, лифт останавливается на каждом этаже, открывается дверь и выходит все то, что тебе очень дорого. На этом этаже уходит здоровье, на этом этаже уходят друзья, на этом этаже уходят твои какие-то хобби, на этом этаже от тебя уходят дети, на этом этаже уходит от тебя жена и так дальше, так дальше, до самого низ, где от тебя уходит жизнь. И вот остановишься ли ты, это уже только твой выбор. Никто тебя не заставит. Это так красиво и так страшно вы сейчас описали. Это очень страшно. Это страшно настолько, что словами это трудно описать даже. Но это ведь произошло и с вами, вы спускались в этом лифте. В моем случае это и я пытался убегая от одной женщины, от одной жены к другой, каким-то образом что-то найти, что-то найти, какое-то счастье, какое-то эфемерное, от меня в ускользающее счастье. Кто-то может, ну, с первым, ну, я с ними вместе употреблял, ну, но сейчас с теперешними журнами мы этого не делаем. Вот вы свое дно, когда его почувствовали как созависимый, как зависимый человек? Когда ощутили? Как созависимый человек я свое дно ощутила, вот именно, как я уже говорила, в ситуации, когда я почувствовала, что меня нет, меня не видит. Была ситуация, когда мой муж пришел от очередной многодневной прогулки домой и взял в шкафу одежду, и я там же рядом был, и он посмотрел на меня как на пустое место, и я поняла в этот момент, что меня нету, и вот это было то, что вот чувство, что я утонула, и я очень, у меня очень хорошая, ну я очень, как фантазия, ассоциативное мышление, и вот у меня было вот такое чувство, что я иду, 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 вниз, 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 вниз. То есть, как раз этот лифт, это то, что было. Это даже не было как в лифт этот момент, но как в воде, в океане. Растворяешься. И вот один момент, хопс, и я отталкиваюсь, и иду вверх. И вот, ах, вот, и это было так реально со мной, что и в этот момент я поняла, что я уже была в содружестве, и в этот момент я поняла, что мне пора, я очень-очень боялась того, что в содружестве мы называем 12 шаги со спутником, что мы идём их, ну программа, это называется программа, изучаем программу, углубляемся в это. И я поняла, что я готова к этому, что я больше не могу по-другому свою жизнь вести. Это было моё дно, когда я вот решила очень уже, что мне надо спасать себя, наконец спасать себя, увидеть себя. Что в первую очередь мне надо самой себя увидеть. Зависимость... Вы говорили, что играли с алкоголем, вы это осознали в какой-то момент. Это было то, что я только что говорила, это было созависимость, это моё дно. Но зависимость от алкоголя мне дно может... Я очень игралась. Вообще-то, я когда приходила к вам, я думала, вот где моё было дно. И я думаю, что моё дно было уже, когда у моего старшего сына было 5 лет, и он совсем маленький мальчик, сказал мне, мама, у тебя проблемы с алкоголем. Хотя бы он ничего раньше об этом не знал. И я была в шоке, и мне не нравилось. Я очень долгие годы на его была обижена за эти слова, потому что он был прав. Но в тот момент я этого не слышала. Ну, я начала спрятаться от его, и всякое игралось. И когда я увидела свой алкоголь, то, что у меня самой проблема с алкоголем, тогда я долго ещё и в собраниях сидела и говорила, ну, я, ну, да, алкоголь есть, но я всё же слушаю, а может быть, всё же я не алкоголик. Ну, всё же как-то. Ведь я же не всё потеряла. Это ничего, что я потеряла семью, что вот этот лифт, да, это так здорово сказано было, что у меня даже слёзы в глазах было, когда я слушала эту историю о лифте. Вот, и почти младшего сына потеряла. И вот такие... Но я ещё ничего не потеряла. Я же не лежала в канаве. Я работаю, я зарплату получаю, я нормально одетая, я чистая. И я так долго плакала и говорила, пока один из моих братьев АА подошёл ко мне и сказал, ну, Ингуна, почему ты думаешь, что Бог даст тебе ещё одну возможность? И тогда я испугалась по-настоящему, что я поняла, что Бог меня так любит, я же вижу свой алкоголизм, но я ещё играюсь. Хотя бы я знаю, как это жизнь отнимает, это всё отнимает. Ну вот участница Содружества Аланон, она также была гость нашей программы, рассказывала она в эфире о безумии созависимых, потому что, как говорят люди, которые через это прошли, что алкоголизм – это болезнь семейная, и созависимость бывает порой страшнее даже, нежели чем поведение самого зависимого человека. И вот её мама, она долгое время употребляла алкоголь, и с детства ей приходилось видеть маму в нетрезвом виде. Давайте послушаем сейчас, какие эмоции и переживания, через что ей пришлось пройти, и насколько это безумие может быть опасным. И у меня это дно было, когда вот в очередной раз мама выпила, как мне казалось, самый неподходящий момент, у меня там на руках были визы, документы, билеты, мне надо было ехать в отпуск со своей дочерью, я прихожу домой. Обычно она это делала, когда уже уеду. Она не удержалась, и всё, она уже совсем не трезвая кинулась на неё, стала её трясти. Я такая крупная девушка, а мама у меня маленькая, метр пятьдесят два, и хорошо, что у меня ничего не случилось. Я была в бешенстве. Я могла что-то сделать, и в этот момент я испугалась, и вот тогда я попросила, я не принадлежу так чётко какой-то, активно конфессии, но куда-то вверх. Я обратила, что всё, я больше не могу, мне нужна помощь, Боже, помоги мне. Ну всё, я очень испугалась. Я тогда побежала на собрание к адонимным алкоголикам, потому что я очень люблю свою маму, и всегда любила. Но это был такой же приступ крайней агрессии, что в принципе ничего хорошего в этот момент, когда я это рисовала, я не думала. Это были очень такие страшные мысли. Ну вот вы восемь лет в содружестве Алану. Как изменились за эти годы? Какие вы изменения замечаете в себе? Знаете, это так интересно, что и в литературе у нас написано, что изменение начинается сразу же, только сами это не замечаем. Наверное, со мной за восемь лет тоже есть изменения, но сама я, мне очень трудно об этом рассказать. Но я вижу, когда я работаю с другими нашими товарищами и с нашими сёстрами, как волшебно работает программа, как волшебно изменяется образ мышления. И это происходит очень-очень медленно, но это происходит волшебно. Чтобы это рассказать, мне надо было, тогда ещё три часа в эфире, это волшебные рассказы. Ну что, я могу самое-самое главное, что сейчас, это моя практика, потому что по теории я много могу рассказать, но если говорить только, и я могу говорить только о себя, тогда вот эта практика для меня, то, что у меня волшебные отношения с сыновьями. Если я, когда пришла в программу младшего сына, мы уже почти потеряли, тогда сейчас он единственный мой сын, который ещё, ему нет ещё 18, то через пару месяцев будет, мы живём вместе. Ну, это такой подарок, когда отношения с сыновьями, это как... Я никогда не хочу себя называть, что... Ну, сказать наши отношения, ну, что я подруга их, или они мои друзья, ну, как дружеские. Я мама, и они мои сыновья. Но если мой младший сын тоже программный ребёнок и юный человек, нельзя уже его больше ребёнком так назвать, молодой человек. И если он говорит, что мама... Ну, я ему спрашиваю, могу ли я остаться с ним, когда он будет на собрании. Он говорит, ты знаешь, мама, если я что-то кому-то говорю, тогда обязательно об этом ты тоже знаешь. Если вот такие отношения есть, да, что... То есть сын тоже посещает собрания? Сын посещает... Очень жаль, в Латвии ещё нет для его возраста группы Алатино, что параллельно с Алланоном, там, где посещают дети из семей алкоголизма, алкоголиков. Но в мире это очень популярно. В Латвии это так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но есть тоже параллельное содружество, это взрослые дети алкоголиков. И это по возрасту как будто не для сына было. У него тогда было 12 лет. Но он так и сказал маму, мама, мне не с кем поговорить об этой проблеме, о проблеме алкоголя. И я как-то ему посоветовала, может быть, ты хочешь туда пойти. Он сказал да. Я тогда с этими взрослыми людьми говорила, спрашивала, принят ли они. Они тоже сказали да. И он одно время очень много ходил на эти собрания. Сейчас как-то, ну, можно сказать, не ходит, но он всегда, как я только была в содружестве, он всегда ехал со мной на все мероприятия. Ему очень нравилось. Сейчас он, конечно, уже взрослее. Это другой рассказ. У него уже свои друзья. Но в то время он всегда ехал, он ждал эти мероприятия, он всегда ждет лагеря, потому что он всегда, его слова было, это место, где я чувствую себя в надежности, ну, как в безопасности. Что ему это очень важно. И это то же самое, что вообще-то для меня самая сейчас в трезвой жизни самая важная безопасность. Вот отчего сложнее всего отказаться, наверное, в процессе выздоровления? Все говорят по-разному. Но давайте послушаем, что по этому поводу сказала наша гостья, дочь зависимой алкоголички. Отчего ей сложнее всего было отказаться? Алкоголизм считается семейной болезнью. Это такое системное заболевание, это пазл. И когда близкий алкоголик начинает пить, то вот эта вторая сторона, она тоже находится, если особенно человек живет на одной площади, где-то в одном пространстве, вот этот второй человек, который вроде бы не пьет, он начинает совершать еще более иногда безумные даже поступки. Вот это такое наступает, очень странное, измененное такое вот одержимое состояние. Это иногда можно наблюдать, когда где-то в гостях, если жена озабочена, она начинает, не надо, не пей. Ну, наверняка вот вы наблюдали, и не раз, и не два. Нервозная бдительность. Да, то есть алкоголик еще ничего, или вообще этот человек, муж ничего еще не сделал, а жена уже там, уже бьется в истерике, бежит на кухню, убегает. Ну, это только начало, на самом деле. А дома будет битье посуды, обвинения, оскорбления. И я, как вот человек вот с этой проблемой, я не могла остановиться в этот момент. И меня тоже никакая физическая там или что-то сила не могла остановить. Так же, как алкоголик от употребления. То есть это системное такое заболевание. Ну, вот этой бдительности и тотального контроля, о чем мы говорили с вами вначале, вам все-таки легко удалось освободиться, или это такой непростой этап? Непростой. Конечно, непростой. И я еще сегодня иногда скальзываю. Это очень непростой. И так как тут и говорилось, это сумасшествие созависимости, она намного, мне кажется, тоже ужаснее. Потому что свою трезвость я как-то могу... Ну, я знаю, я подниму первую рюмку, и с этого дня мне надо начинать все сначала. Но эмоциональные срывы, я же не могу их в какую-то коробочку или рюмочку или... Уложить во что-то. Уложить, да. И такие срывы, может быть, 20 раз в день, когда я там наору на ребенка, там наору на собаку, или учительница позвонит, и я сначала там хорошенькая, хорошенькая, положу трубку и... Да? Ну, это же срывы, это же ненормальное поведение здоровой женщины. Это как-то... И... Именно так. Это очень-очень. Я когда начала... Когда я пришла 8 лет назад в Содружестве Аланона, тогда, как я всегда говорю, как Бог меня любит, меня очень быстро отвели, можно сказать, отвели, пригласили, пригласили пойти на открытые собрания АА, где мы можем слушать те, которые живут вместе с алкоголиками, задавать вопросы после собрания. Есть собрания, где я могла и высказаться. И вот это первое собрание, на которое я пошла, я же пошла как? Я пошла не как к друзьям, а как посмотреть, что там в фронте моего противника происходит. И я хотела услышать, что они там делают и как себя вести с противниками. Но это было очень... И на этом самом первом собрании я попала, там были... Ну, я там была такая испугавшаяся, ой! Ну, я даже поговорила, я какие-то вопросы задала, и уже после этого первого собрания до меня дошло, ну, вот, досконально. Нет никаких два фронта. Мы оба сидим в одной вот этой канаве со своими вот этими болячками, со своими дырками в сердце. И вот каждый по-своему их набиваем. И если когда у моего мужа были самые большие ретиды алкоголя, я в это время не употребляла, я тогда впала в ужасную созависимость. Ну, вот, я или алкоголем плюс созависимость, или только созависимость. Ну, вот, с такими веществами, можно сказать, заталкивала все свои вот дырки, чтобы сердце не болело. Чёрная дыра. Я, да. Это огромная чёрная дыра, которую мы заталкиваем, чтобы только не чувствовать, чтобы только не думать об этом. Не дай Бог, ещё надо будет... Чувство вины – это всё время. Но не дай Бог, надо будет это кому-то сказать. Да, вот, да, я виноват, прости. Ой, нет. Вот это такое абсолютно невероятное, что чувство вины, и рядом такая ненормальная гордость. Да, такой я, эгоизм, я. Это так, вот так и действуют эти болезни. Что касается ещё одного деления, как деления на мужской и женский алкоголизм. Насколько это, на Ваш взгляд, всё-таки распространённый стереотип, что это есть отличия такие кардинальные между женским и мужским алкоголизмом? Потому что кто-то, например, не склонен делить. Как Вы считаете? Ну, знаете, если я говорю как по программе, тогда это не делится, потому что алкоголизм, оно равно как к мужчинам, так и к женщинам, к любой конфессии, к любой кожи, краске кожи, к любой национальности, к любому положению. Но если я говорю от себя, как женщина, то я бы хотела, я думаю, для себя я думаю, это мой опыт, что всё же делится, потому что для женщины, по моим чувствам, это намного, намного ужаснее. Вы говорили фразу о волшебном женском мире, который превращается в кошмар. Я, я, это так, потому что всё же, ну так и есть, что мы же из разных, из двух разных планет, это неплохо и нехорошо, это просто так есть, мы разные, и слава Богу, что мы такие разные. И если я понимаю, что женщина, как и волшебница, да, волшебница, и она себя погубит с ядом, тогда это так и есть ад. Это ад. Ну, а что касается того чувства, которое приходит уже в процессе выздоровления, вот этот момент, когда ты начинаешь понимать, что выздоравливаешь. Вот давайте сейчас послушаем небольшой отрывок участница дружества Сузависимых, Алланон, что она рассказала, как она почувствовала свободу? Вот когда вы почувствовали, что вы выздоравливаете, что это за чувство? Это чувство, вот да, такое спасибо за вопрос, свободы. То есть я стала становиться, становиться на шаг свободнее, свободы и такой радости жизни. Я, наконец, сейчас могу радоваться, ну, таким, раньше казалось смешным вещам, независимо ни от чего, нет материального там положения, там какого-то, не знаю, отношений там с противоположным полом, просто состояние вот такой наполненности, такой вот свободы. У меня получилась, получается сейчас вот эта свобода выбора, и это очень важно на меня. Ну, и вот любовь, которую я говорила, что я почувствовала вот к маме, к дочери очень вот, очень постепенно. Как ни странно, она моя дочь, да, а вот я, мне пришлось как бы учиться, проявлять эту любовь. Она внутри была, но проявлять её было очень сложно. Вот вам знакомо это состояние высвобождения? Да, да. Это тоже, тоже именно так действует, когда что-то опять, вот какой-то узел, который болит, уже вырабатываешь, выговоришь, и начинаешь что-то менять, и вот именно каждый раз вот это чувство, каждый раз новая свобода, и опять новая, и опять. Если подумать, сколько, вот хотя бы вот эти восемь лет назад подумать, что я когда-то буду так сидеть и говорить в студии, никогда, никогда. Ну, если только очень пьяная и обманетесь. Трезвая абсолютно. Я трезвая. Как я вам посудит. И, конечно, я пришла сюда очень испугавшись, я нервничала, но в то же время я волшебно свободна. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам. До свидания. До свидания.